Победитель этой игры встретится в финале Востока с казанским Акбарсом 30 марта. А вместе с болельщиками за ходом матча наблюдает наш корреспондент Александр Захаров. Он находится в одном из городских спортбаров, где, несмотря на будний день, собрались десятки человек. Александр, расскажи, как там атмосфера, какое настроение у болельщиков? Привет, Виталий. Привет, Виталий. Да, атмосфера здесь особенная, прекрасная атмосфера. Многие болельщики пришли в атрибутики клуба в кепках, в шарфах, в майках. Это создает такую атмосферу поддержки черно-белых. Естественно, болельщики поддержали здесь акцию, которая в начале «Весть минуты молчания» матча начался. И они здесь также начали более вальяжно и просто следили за ходом игры. Но как только начали появляться опасные моменты в матче, они бурно поддерживали аплодисментами. Аплодисментами встречали буквально каждый из «Сейф Франсоуза». Ну и расстроенно выдохнули, когда пропустили. И затем, когда забил Гюнге, здесь буквально все разразилось аплодисментами, криком, ором. Причем, что это случилось даже дважды, потому что смотрели видеоповторы. И когда судья выехал и сказал, что все хорошо. И гол засчитан здесь еще разочек аплодисментами. Пока счет действительно 1-1. И пока непонятно, в какую сторону качнется чаша весов и кто же в итоге победит. Но болельщики здесь верят, верят в итоговую победу трактора. И вот Денис Баев, он уже два года болеет за трактор и не пропускает ни одного матча. Ходит на арену, ну а когда домашние игры приходят в бар или смотрят дома. Денис, здравствуйте. Как вам вообще настроение, как эмоции сегодня? Игра проходит на одном дыхании. Да, эмоций очень много выплескаем. Особенно, когда наши идут вперед. И когда этот Лихий Гюнге забил, мы сами прекрасно видели. Зал просто был восторгенный. А да, Павел Павлович, как всегда, нас выручает. Ну а как вообще прогноз? Как вы перед матчем думаете, что думали и сейчас что думаете? Вот я смотрел прогнозы, все ждут дерби зеленых, а мы ждем дерби черно-белых, черных-зеленых. Черно-белых, да. А как вы сегодня думаете, кто еще забьет, кто сможет сегодня быть героем этого матча? Ну я думаю, кто еще может забить. Я думаю, все, да, сегодня? Все. Ну и верим в Павел Павловича. Да, Павел Павлович нас всегда выручит. Да, спасибо, Денис. И дальше нас ждет еще два увлекательнейших периода. Это седьмой матч, друзья. Седьмой матч это особенный, конечно же, особенная игра, особенный матч. И здесь может произойти совершенно все, что угодно. 1-1, пока непонятно, что будет дальше. Сразу после времени новостей выпуска смотрите продолжение матча. Спасибо, Александр. А мы продолжаем.